Привет, дружище, меня зовут Саша, усаживайся поудобнее, располагайся, чувствуй себя как дома. И сегодня я тебе покажу одну из самых залипательных игр, которые я нашел в Google Play, Play Маркете. Не знаю, как правильно, постоянно путаюсь, пишите в комментариях, поправляйте меня, не стесняйтесь. Вот таким образом я бачу вас на лишние комменты, ну а что тут поделаешь в наше тяжелое время. И как бы сразу предупрежу, эту игру я буду сегодня хвалить. Это, к сожалению, не реклама, мне никто не платил. Посмотрите на мои просмотры, кому я нафиг нужен. Ну а если бы была реклама, я, конечно, обрадовался бы всему этому действию, по той причине, что... Блин, ну в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, в которой многие сейчас находятся, да, из-за гребанного карантина, лишние деньги были бы кстати. Согласитесь? Согласитесь. Не забывай ставить свой княжеский лайк, если ты хочешь видеть почаще видосы с обзором других игр, как с Google Play, так и со Steam. Буду пилить тогда, если буду видеть, что это кому-то надо, что вы делитесь этим видосом, пишите в комментарии. И сразу скажу, это какая-то просто легкая месиловка, причем в ней есть королевская битва, что самое интересное и веселое. Есть прокачка, которую мы сегодня определенно осуществим. И я вам говорил, да, что она бесплатная. Ну не совсем бесплатная, то есть это, конечно же, полный фри-ту-плей и между катками включается реклама. И чтобы отключить эту рекламу, вам надо потратить, наверное, около 100 рублей. Вот сюда тыкаете, покупаете. Здесь сейчас у меня другая штука. Я, короче, купил, отдал один еврик, чтобы вам на видосе было приятнее смотреть. Ребята, пожертвовал больше денег, чем с него заработаю. Ладненько, погнали. У нас, видите, тут прокачка, ранг, вот тут ты выбираешь разные скины, у них свои какие-то определенные бонусы. И также ты их можешь прокачивать. Дальше, что еще? Оружие, также ты оружие меняешь, вот везде разные какие-то, скажем так, характеристики. Опять же, ты это можешь улучшать и прокачивать. Пока что я ничего этого не делал. Я просто качался, дошел до 12 ранга. Вот такие у меня характеристики, они достаточно скромные. Но вместе с вами сегодня возьму, куплю какое-то оружие и прокачаю. Но пока что давайте без прокачки пойдем. Смотрите, здесь две локации. Это смертельный бой и королевская битва. Давайте сначала смертельный бой. Это просто дэтмач, и ты здесь можешь качаться ровно до того момента, пока тебя не убьют. Убить тебя могут быстро, а может и нормально прокачаться и всех месить. Так, ну что, полетели. Я тут появился и как бы тут противники будут литься рекой. Обратите внимание, в каждой катке у тебя еще плюсом идет каточная прокачка. Я не знаю, как это лучше сказать. Тебе дают опыт за то, что ты разбиваешь такие сундуки и за то, что ты убиваешь других игроков. Я надеюсь, это игроки, а не боты. Потому что зачастую ники какие-то стандартные, но тем не менее, ребята бывают, двигаются, ну точно как не боты. А может здесь перемешка, я не знаю. Хорошее убийство мне дали. Смотрите, уже второй уровень. Когда ты прокачиваешь уровень, у тебя появляется возможность использовать какую-то магию. У меня тут сейчас магия появилась. Так, мне бы себя передвинуть. Вы просто эту магию не видите сейчас. Но я ее могу использовать. Я, наверное, свою рожу не туда поставил. Вот, я использовал магию. Борюсь с чувачком. Давайте я попробую заныкаться. И прямо на видосе вот так вот свою оп-моську великолепнейшую возьму, ребят, и передвину. И тогда, конечно, вам уже ничего мешать не будет. Так, у меня снова появилась прокачка. Могу увеличить здоровье, увеличить скорость бега, эффект вампиризма. Давай увеличить, увеличить, увеличить здоровье, наверное. Так, полетели. Тут, конечно, есть магии прикольные, есть плохие. И когда ты прокачиваешь уровень, они рандомно появляются. И ты, как бы, должен из говна выбрать что-то подходящее для себя. Потому что, конечно, если с рандомом будет не вести, и тебе будет подкидывать какую-то плохую магию. Ну, когда малоэффективную. То... Ой, сейчас меня закончат. А нет. То, конечно, тебе будет играть невероятно трудно. Используем магию. Одного чувака мы добили. Тут носится какой-то сумасшедший. Мы его сейчас тоже убиваем. Дальше летим. Потом, в конечном итоге, я вам покажу королевскую битву. Все, жопа мне. Уйди от меня. Чувырла. Ребят, я каким-то образом выжил. Так, выбираем другую магию. У нас уже четвертый уровень. Всех пугаем. Не подходите ко мне, ребята. Я псих опасный. Не подходите. Зачем оно вам надо? Скажите мне. Ааа! Вот просто взял меня какой-то магией долбанул. Конечно, можно воскреснуть один раз, посмотрев рекламу. Но мы этого делать не будем. Во время каток вы зарабатываете монеты, которые потом можете обменивать на прокачку. Теперь идем в королевскую битву. Тоже, по сути, я пойду без прокачки. Потом все это дело прокачаем и пойдем в эти локации заново. Посмотрим, мне это каким-то образом поможет или нет. Так. Но, предупреждаю, ребят, опасная игра залипательна. Причем, самое интересное, что, ну, хоть графика и простая, но она выглядит реально симпатично. Все, добил чувака. Мне повезло с магией. Она выглядит симпатично. И покажи мне... Ну, и скажи, допустим, мне, если бы я не знал, что это игра из какого-то стима для компьютера, ну, малобюджетная, дешевая, я бы поверил бы. Это, по сути, телефонная игра. И на телефоне она выглядит ярко, симпатично. Я думаю, что и сейчас тоже выглядит она неплохо. В особенности, если учесть, что это телефонная игра. Так, увеличиваем скорость атаки, да, то есть у нас и магия появляется, и, как бы, ты характеристики свои можешь улучшать. Соответственно, чем больше ты убиваешь, тем лучше ты прокачиваешься, и теоретически тебя сложнее убить. Но на практике получается, что я максимум до пятого, до шестого уровня прокачивался. А, стой, мы зашли в королевскую битву. Вот, я забыл. Да, в королевской битве ты можешь вообще не успеть прокачаться. Вот, добил чувака. Осталось живых три. Катка вообще рассчитана на пятерых. Давай, попытаемся прокачаться, но до пятого уровня мы сейчас не дойдем. Так, используем магию. И давай его давить, короче. Все, мы заняли живых один. Мы заняли первое место. К сожалению, нет такого, знаешь, типа, вознаграждения в виде какой-то крутой заставки. Винер, чиккен динер, вот это вот все. Но, тем не менее, мы выиграли. И, кстати, мне даже сейчас денег больше дали, чем обычно. Так, вы сейчас наблюдали королевскую битву. Пока я была болела каким-то образом, не прокачанным, я умудрился занять первое место. Все происходит очень быстро. Что королевская битва, быстрые катки, ненадоедающие. Что просто бой на сперть. Ну, ладно, давай попробуем вместе прокачаться. Посмотрим, что из этого получится. Во-первых, хотелось бы сразу оружие прокачать. Где-то я себе присматривал какое-то оружие. Набор новичка. То есть, тут надо смотреть и скорость, и кровотечение. Ну, для меня очень важна скорость. Видите? То есть, 0.65, да, от стандартной скорости. Вот у моего начального оружия скорость 1. Так, это получается у него, наверное, удар раз в секунду. Тут скорость 1.20, крит 10. Так, подожди, где-то я видел прикольную штуку. Вот это классная штука, да. Но она будет доступна только на 15 ранге. До него мне еще какать и какать. Потому, наверное, что-то другое возьмем. Но здесь скорость падает. Нам не покатят. Уклон 10, крит 20%. Тоже маловато. По факту особо тут каких-то невероятных пушек, да. Ну, вот, самая нормальная пушка на 15 ранге. И скорость у тебя увеличивается. А у меня какой ранг? У меня 12. Но мне его еще качать-вкачать. Я сейчас не могу позволить. Мне надо сегодня еще 2 видоса записать. Ладно, давай тогда купим то, что есть. Купим то, что есть. Сейчас у меня, типа, урон 45 плюс 2. И берем вот эту вот пушку. Урон 57. Окей, купить за 8 тысяч. И, смотри, мы можем сразу улучшить. Улучшаем. Так, а теперь надо, наверное, поменять скин. Ну, как бы вы видите, да, что эти монетки вы можете за донат покупать. Правда, я пока не вижу причин этого делать. Смотри, какой-то скин у нас. Скорость 5. Остается здоровье 133. Регенерация и уклон 3%. А у нас, смотри, стандартный просто скорость и здоровье 100. Тут у нас скорость 133. Есть скорость 186, но скорость, как бы, меньше. Я думаю, наверное, к сожалению, это будет проблемой. Но реген хороший. Уклон маленький. Тут уклон хороший, скорость и здоровье увеличится. Ну, типа, уклон добавить. Может быть, все-таки этого китайца взять. Тут здоровье 111. Клон 5. Тут, видишь, регенерации нету. То есть, как бы, ну, реально ты такой интересный. Думаешь, такой, типа, что? Вот тут регенерация невероятная, да, у черепа. И здоровье 35. А, то есть, смотри. А как мне... Типа, набор новичка. Как мне его взять? Это донатный набор новичка или что? Я не понимаю. Ладно. Давай, я не знаю. Китайца, наверное, возьмем. Или этого чувака. Регенерация. Уклон 5%. Слушай, пускай лучше, наверное, будет регенерация. Тут вообще регенерация 11. Здесь 5. Тут еще и здоровье больше. Давай вот этого за 9000 купим. Купить. А, улучшить не могу. Слушай, ну все. У нас уже пушка стала посерьезней. Интересно, тут противники по рангу добавляются или нет. Пошли в смертельный бой. Посмотрим, еще легче мне станет или нет. Так. Ну, какой бы у тебя на пушке урон не был, ты все равно этот сундук... Ну да, чувствуется, я больше наносить начал. Так, оглушающий выстрел, щит. Давай, я не знаю. Оглушили чувака и убили его. Есть тут магии, которые ты можешь использовать только прицелившись. То есть вот можно вот так вот выстрелить, но он как бы не полетит в противника. Тебе надо повернуться в сторону противника и только потом магию использовать. Все-таки классно, когда магия такая массовая и тебе не нужно прицеливаться. Так, увеличили скорость атаки, просто забираем чувака. Ну, посмотрим, сколько я здесь сейчас продержусь. Ну, короче, игрушка прикольная. А она простая, можно играть без доната, то есть какой-то кайф ловить. Там еще... Самое интересное, что и какая-то прокачка есть. Блядь, меня убили! Меня убили, ну, так нечестно. Забалаболился. Забалаболился. Давай заново начнем. Так, прокачались. И, на самом деле, на месте разработчиков я бы ее постоянно обновлял бы. Здесь столько всяких... Столько всякой интересной фигни можно добавить. Ну, то есть, в любом случае, эта игрушка, я думаю, может через пару дней возьмет надоест, и вы будете заходить в нее раз в неделю, да? То есть, там, убить время. Но, тем не менее, здесь столько всяких режимов можно добавить. Всяких приколов при желании, да? Развивать эту игру. Так, удар вампира. Давай удар вампира. Дальше увеличить урон. Давай увеличим урон. Удар вампира! Все! Смотри, этот Китаёза уклонился. Но ему это не помогло. Э, изи уже четвертый уровень. Но все равно, то есть, тут... Как бы ты вроде накачиваешься. Вроде... Вроде бы. У тебя там хорошая магия, может быть. И ты такой думаешь, ух, я сейчас тут всех буду накидывать. Всех буду ушатывать. Слушай, какая регенерация хорошая. Но потом бац! И тебя на халяву какой-нибудь магии взяли, задавили. Или толпой забили. То есть, это, ну, такая, на самом деле, дико рандомная игра. Вот. И в смертельном бою у меня реально там выше пятого уровня не получалось прокачаться. А там, видите, чувак бегает. У него хп 300. Это мне целую кучу ударов надо. Нанести по нему. Так, отстаньте со своей магией. А-а-а! Видите, убили! И фиг ты еще с этим сделаешь. Ладно. О! У меня 13 ранг поднялся. Так, давай теперь... И деньги быстро растут. Я не знаю. Ну, типа, тут можно донатить? Только смысл. Если только за донатить, рекламу убрать. Чтобы она не вымораживала, сука. Зашел в королевскую битву! Так, давай. Ну, камон, отстаньте от меня. Выживет сильнейший. Так, добил. Добил. Сундук надо забрать. Так, отстаньте от меня, я сказал! А, тут еще иногда вот такие бонусы появляются. Можно отхилить, или тебя там бафнуть... Бафнуть атаку. Вот это вот все, как мы любим. Забираем. Так, увеличить здоровье. Здоровье у меня 232. Так, третий уровень. Еще классно, когда у тебя какая-то массовая такая магия заходит, и там, к примеру, 3 или 4 чувака просто борются нифигово. Ты залетаешь в середину, и просто берешь всех и вырубаешь. Так, я остался один на один. Тут можно нифигово так рысить, если подходящая магия. Так, отстань от меня. Привет. Если он меня убьет, то это будет позор. Он дурачок. Смотрите, сейчас магией просто его добью. Нет, 19 хп. О, он меня оглушил. Но я выиграл. Слушайте, ребзя, вот такая вот игрушка. Я не знаю, мне она понравилась. Пишите в комментариях, на какую игру сделать обзор. Желательно поновее. Я так понимаю, это уже не особо новая игрушка. И у нее целая куча скачиваний. Возможно, вы о ней все прекрасно и так знали без меня. Но я просто напоролся на нее. Она мне дико понравилась. Потому что я перед сном, помню, очень долго в нее играл. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И если понравилось, ставь лайк. Пока.